привет мои дорогие друзья в этом видео я расскажу какие 500 гривен стоит оставить но очень важно чтобы вы понимали что 500 гривен много банкнот оставлять нельзя у себя в коллекции 500 гривен это темная лошадка и для инвестиций такую банкноту не стоит использовать потому что если вы их оставите очень много то в любую секунду гиперинфляция может сожрать ваши бабки в общем тут маленькая коллекция всех банкнот которые были выпущены с 2006 по 2015 год и так наиболее редкая и ценная банкнота как вы думаете какая напишите в комментариях я вам сейчас сделаю обзорчик кстати хотел сказать и заметить одну деталь смотрите у меня банкноты хранятся вот в таких пленочках и вот эти пленочки вот так вот гандошится в альбоме ведь его так пожмякалась это говорит о том что либо фигового качества пленка либо фигового качества листы в альбоме то есть какая-то идет реакция с листами но слава богу с банкнотами все в порядке на банкнотах никакой кстати у меня три штуки их на банкнотах но ничего не произошло то есть они идеально ровные вот фонариком можно подсветить банкнота идеально ровная то есть она не мнется она прям но прессовая такая какая должна быть это очень важно вот и все равно рекомендую за такими банкнотами очень внимательно наблюдать и в большом количестве такие банкноты в коллекции лучше не держать по одной простой причине аж говорю инфляция может съесть быстрее ваши банкноты чем стоимость среди коллекционеров однако же я вам хочу заметить что банкнота 2006 года в прессе если вы захотите найти такую банкноту вам придется очень сильно постараться чтобы перед путем переборки найти банкноту 2006 года в прессе то есть если у вас коллекции нету за адекватные деньги рекомендую даже купить потому что найти 2006 год 500 гривен в прессе практически невозможно то есть я не говорю что это невозможно но практически невозможно это сделать реально крайне редкое явление банкнота 2006 года в таком состоянии на моем канале я как-то было дело показывал фальшивые такого плана 500 гривен кто не видел в плейлистах там есть по моему если не ошибаюсь плейлист называется фальшивые деньги можете посмотреть как выглядит такая банкнота но старого образца имею ввиду фальшивая любом случае все банкноты которые вы хотите приобрести проверяйте на просвет чтобы номинал был 500 гривен также достаточно читаемый водяной знаки вшитая полоса это то что наиболее сложнее всего подделать но чтобы вы знали если что обращайте на это пристальное внимание особенно в пересчете таких банкнот банкноты выводят из оборота уже то есть пошли уже совершенно новые банкноты но в любом случае для коллекции необходимо собрать все года и все подписи уникальность данных банкнот в том что есть банкнота гонтаревой и она имеет год выпуска 2015 год 2015 году появились банкноты нового образца и очень интересно когда есть две банкноты за один год за 2015 притом с одной и той же подписью это интересно это исторически коллекционного очень красиво и так что же у нас представляет из себя редкость из этих банкнот в плане потом в будущем в дальнейшем то есть что какие банкноты из этих 5 соток если вы их сохраните и допустим они в коллекционной стоимости преодолеют инфляцию то это банкноты вот эти это 2011 и 2014 года выпусков их выпустили не так уж и большое количество и поэтому в идеальном состоянии такие банкноты найти крайне сложно опять же для коллекции одной ну максимум двух банкнот вам хватит с головой большое количество таких банкнот я бы не рискнул оставлять банкноты которых надо оставить много я вам расскажу в следующих видео и в предыдущем видео там в одном из предыдущих видео я рассказывал за 200 гривен каких стоит оставить реально много даже можно уже сейчас покупать их потому что там поверьте мне абсолютно все равно какая будет инфляция но тоже с умом тоже расчет должен быть четкий и холодный если вы хотите инвестировать конкретно в банкноты то вам надо быть очень осторожным и внимательным потому что я как-то было показывал или рассказывал я уже не помню банкноты номиналом 200 гривен синие если помните 2001 года выпуска те банкноты как-то при мне еще национальный банк украины работал у нас в одессе отделение пришел человек и сдал 12 тысяч гривен старыми вот этими двухсотками я себе в коллекцию набрал целую кучу там штук 12 в прессе было представляете 12 банкнот было в прессе лесе украинки 95 года ой 2001 года так вот теперь представьте что это было значит мужик рассказал что это его бабушка отложила пенсию там копила деньги короче отложила эти деньги из-за них все забыли и вот недавно они в шкафу на обнаружили вот эту пачку денег и представьте эту мега потерю просто по курсу на 2001 год вот я сейчас вам расскажу что это было вот чтобы вы понимали к чему надо быть готовым смотрите 200 гривен вот 200 гривен разделить курс тогда был 4 и 5 примерно это 44 доллара умножить сейчас на 28 хотя бы да это 1200 20 1244 гривны вот такая потеря потому что банкноту сейчас то можно продать минимум за ну в прессе пускай там даже за ну потолок 390 гривен за границей в украине вряд ли дороже можно будет продать ну вот потеря 855 фактически гривен на одной банкноте 200 гривен а там было 12000 представьте потерю 12000 разделить на 4 и 5 это получается 2666 мать его долларов это было на тот момент умножаем сейчас на 28 хотя бы это пасть на сегодняшний курс если бы эта женщина купила доллары это было бы 70 на хрен 5000 гривен она принесла 12000 гривен 12000 это потеря на 12000 62000 гривен почти с половиной больше даже чем с половиной вы представляете вообще эту просто фантастическую потерю денег поэтому это я не просто так вам говорю очень внимательно следите за курсом валют если будет катастрофически сильное падение я рекомендую эти банкноты похер что они там супер прессе сдать их в обменник и купить доллары 1000 гривен банкноты вообще не рекомендую даже в коллекцию оставить только с редким номером серия а буквы а а две буквы а только такую одну две три банкноты максимум в коллекцию потому что это очень большие риски если взять допустим в той же россии там банкноты есть номиналом 5000 рублей это было больше чем 100 долларов в 2014 году разделить даже на 38 это было 131 доллар вот российский пример вам одна банкнота в коллекцию отложил это было 131 доллар сейчас курс 77 в среднем до это 10 тысяч 131 рубль то есть потеря в два раза за 10000 рублей 5000 банкноту 5000 вряд ли кто купит сейчас вот вам и потеря на лицо поэтому с банкнотами нужно быть очень аккуратным и очень избирательным а теперь я вам покажу какие банкноты из этих представляют в дальнейшем ценность итак наш любимый каталог забри за греб и смотрите вот это 2006 год видите как много их было выпущено по 99 миллионов каждый получается здесь у нас получается одиннадцатый год сколько их раз два три 4 5 6 7 8 9 10 здесь выпущено было 10 грубо говоря то есть типа 100 миллионов банкнот и вот у нас кубов 2014 год раз два три 4 5 6 7 8 9 10 видите кубов и 11 вот эти банкноты будут примерно в равнозначные в цене они со временем станут наиболее редкими и те кто удержит эти банкноты переживут кризис вот аж только после кризиса через 10 лет они будут стоить очень очень дорого я почему-то так уверен даже в этом не знаю тоже в принципе сильно выпендриваться не буду потому что если начнется вдруг гиперинфляция да не факт поэтому с банкнотами надо быть очень осторожным и очень аккуратным с крупными номиналами иногда лучше купить доллары чем купить банкноту потому что смотрите 500 гривен когда-то это было в 2006 по 2009 год если не ошибаюсь 100 долларов а теперь такая банкнота стоит в прессе даже дешевле чем 100 долларов потому что если взять вот даже самый дорогой вариант у загребы 1250 гривен это никак не 100 долларов понимаете да поэтому банкноты надо быть очень внимательным чтобы их именно инвестировать в банкноты вот очень настоятельно рекомендую не торопиться с инвестициями либо быстрые деньги взяли нашли купили приехали за границу быстренько продали там коллекционеры купили они уже разберутся а вот у нас внутри нашей стране в украине очень надо быть аккуратным к таким банкнотам до хочется коллекцию не спорю но вы должны учитывать инфляцию если курс резко пойдет вниз гривна если резко начнут падать представьте эту колоссальную потерю вот даже элементарно 2000 гривен 4 банкноты на данный момент это почти 100 долларов а когда-то это было 400 на хрен долларов представляете эту потерю вот это было 400 долларов теперь это стало ну даже не знаю сколько там это даже это просто жесть вот 4000 разделить на 28 и теперь это стало 142 доллара вот вам и потеря то есть 400 долларов превратились в 142 доллара а если бы я отложил в 2006 году такие банкноты я бы потерял просто дофига денег подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить следующих видео я покажу самую крутую банкноту которую стоит только блин поискать всем удачи пока